Владимир Владимирович, можно поинтересоваться? Говорят, что зерновая сделка под угрозой, и что не выполняется часть условий Российской Федерации, касающиеся нашего экспорта, и что господину Эрдогану есть что сообщить вам об этом при личной встрече, и что вы получили письмо из ООН. По этому поводу можете пролить свет? Ну конечно, никаких секретов нет. Дело в том, что эта сделка изначально была обоснована ООН и генеральным секретарем как сделка, направленная прежде всего и главным образом на помощь беднейшим странам мира, с тем, чтобы не допустить там голода. Я хочу еще раз подчеркнуть, что рост цен на продовольствие, на продукты питания, на то, что производится сельским хозяйством в целом в мире, и на удобрения, он связан не со специальной военной операцией, он связан с ошибками ведущих западных экономик в сфере финансов и в сфере инвестиций. Потому что, в том числе в энергетику, на протяжении многих-многих лет пренебрегали базовыми принципами развития энергетики, увлеклись альтернативными источниками энергии, не уделяли должного внимания инвестициям в нефтегазовую сферу, некоторые страны отказались от атомной энергетики, но в результате получили тот результат, обратный ожидаемому в сфере энергетики. Цены поползли вверх, инвестиции своевременно не делали, дефициты там начали создаваться. Сейчас его нет, но в целом угроза этих дефицитов в связи с тем, что инвестиций-то нет в отрасль, она возникла. И цены возникли. В сфере финансов тоже уже неоднократно говорил об этом. Это известные вещи, просто об этом предпочитают не говорить, потому что это явные проколы в экономической политике западных стран. Что имею в виду? В борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией начали поддерживать и граждан, и отдельные отрасли экономики. Мы тоже это делали, но мы делали в разумных размерах, а там нет. Напечатали денег огромное количество, начали с мирового рынка сгребать продовольствие лопатой в свои страны. И поставили беднейшие страны в очень сложное положение. Но в связи с началом специальной военной операции всё решили свалить на Россию, то, что называется, с больной головы на здоровую. Мы здесь совершенно ни при чём. Да, конечно, использование как инструмента конкурентной борьбы с санкцией, используя эти инструменты санкционной политики, усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Но не мы усугубили, а они своими действиями привели к этому результату. А зерновая так называемая сделка обосновывалась желанием поддержать беднейшие страны. Я уже много раз говорил, из всего объёма продовольствия, вывезенного с территории, прежде всего зерновых, вывезенного с территории Украины, 3 с небольшим процента только пошло в беднейшие страны мира. Только 3 процента с небольшим. Всё остальное в сытую и благополучную Европу. Но многие европейские страны начали отказываться от украинских зерновых. Они начали дискриминировать украинское зерно. Не мы. Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы. Это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции и многие другие моменты. Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Всё игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Ну, слушайте, хватит в конце концов. Поэтому, как нам сейчас говорят, нет, вы сейчас в очередной раз согласитесь с продлением, а мы всё-таки исполним данные вам обещания. Мы подумаем, ещё несколько дней есть, мы подумаем, как поступить. Но, если нам говорят, что исполнят данные нам обещания, прописанные в том числе с ООН, а я знаю, что генеральный секретарь и сотрудники ООН, которые занимаются этой проблемой, они искренне стремятся к выполнению, в том числе и в отношении России, соответствующих условий. Вот в этом у меня нет сомнений. Но у них ничего не получается, потому что западные страны не собираются исполнять данных обещаний. Но как одна из опций, не сначала продление, а потом выполнение обещаний. А сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Что я имею в виду? Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, ну пусть исполнят это обещание. И мы сразу же присоединимся к этой сделке снова. Скажите, а в связи с этим может быть подключение к SWIFT, Россельхозбанка, одно из условий? Это же только разговоры. Это одно из условий. Там еще есть фрахт, SWIFT – это переводы денежные. Ну да, это имеет значение. Там есть логистика, заходы в порты в наших иностранных судов и так далее. А письма у вас содержится? Конечно, я письма этого нового не видел, но мы в контакте с сотрудниками Организации Объединенных Наций. Я повторяю еще раз, они искренне стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства. Но у них пока ничего не получается. И нам, повторю еще раз, говорят, продлите еще раз. Можно сделать так. Мы продлим. Прома в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания. 17 июля сделка истекает. Сколько времени мы готовы ждать, что они начнут исполнять? Столько, сколько потребуется для того, чтобы исполнить данные нам обещания.